так у меня был перерыв друзья вот и я чуть-чуть возвращаясь к тому что говорил чуть раньше нашел символический снимок внизу подвой верху привой не правда ли символически да это две крайности соединенная с тем что морозостойкость подвоя и качество привое это еще не гарантия до гарантии нам нужно было их совместить ну а как их совместить это уже отдельный разговор вот это еще несколько часов я просто хотел сказать что если вы выписываете манджурский абрикос это не гарантия что он пришит манджурский если вы выписываете абрикос чистый дичок с тайги это не факт что он еще будет совместим с культурными сортами которые вы раздобыли совсем другом месте на данный момент я знаю только железов латинков и русский и к сожалению на всю огромную страну я автор 350 статей нескольких книг трехсот фильмов и получатель десятков тысяч песен в кроме не трех фамилий это я сказал вам в догонку а сейчас про живой мертвую воду и так соединились два мнения вот проблема живой мертвой воды так совпало хотя вы слышали ее из старой минимум десятилетней давности кассеты вот понятие живой мертвой воды она образная но его сделали научным или псевдонаучным и так научились люди с помощью электролиза воды где разделять ее на как бы сказать то не хочу вникать в это дело хотя я прекрасно разбираюсь в этой теме и так якобы полученная помощью электролиза живая вода залечивает рану человека надо пить и быть здоровым а мертвая значит тоже для чего-то годится но не в такой степени вот разделили называется да еще есть понятие замороженной талой воды тоже тащая вода якобы обладает избыточной энергией и лечебными качествами видите сколько но дело в том что мы все это проходили мы проходили это лет 25 назад почему я знаю опять ой панацея найдена электролизом научились получать появились установки бытовые бытовые установки для получения катод электрод катод вернее анод все в домашних условиях розетку включил пожалуйста получаю тоннами хоть продавай я знал даже таких вот кто умудрился сам лепить эти установки лечиться самим и помогать родственниками друзьям кончилось все заглохло это значит что никаких чудес не произошло сейчас вот по-новому развернули компанию опять из изымание миллионов если не сотен миллионов рублей удоверяющих людей включаешь радио каждый день живая мертвая вода катодонод живая мертвая вода покупайте успевайте вот это вот это есть понятие теперь бытовое есть понятие живой морской воды о чем упоминал мой оппонент это все идет с мифов вот живая вода оживляла мертвецу мертвую забыл что делала тоже что-то даже полезное и наконец почему я назвал живую мертвую воду воду наоборот по его мнению живая в колодце в артезианская вода живая родниковая живая в отличие дождевой на мой взгляд именно дождеваясь вода и у меня только один свой только один свой довод но какой я живу за шушевой хакасии приходит весна почва сухая постепенно превращается что-то не в камень и не каплю с неба и мы делать нечего поливаем это при жаре это майюнь мы поливаем 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 ничего не растет ничего вот и только если отдыхаем потому что траву не надо косить в саду три покоса минимум бывало четыре когда дождевое лето всего два когда засуха за засушки в лето отдыхаешь душой но грядки ничего не растет и стоит только пойти дождю как растет трава и надо смотрит на хоть бога почему овощи так не растут как сорняки почему деревья почему сорняки обгоняют по росту саженцы вот так вот это вода с неба совершает чудеса она пропитана солнцем она на электризована даже грозами можно так сказать вот избыточным электричеством которая есть в грозах она ионизирована вот она для меня по-прежнему является живой собирать ее бочки кто виду мои фильмы видели там бассейн проведена с это с крыши потому что бочки не хватает все-таки дожди нет нет дойдут накопится в бочки вот это поистине живая вода а мой оппонент считает что вода колодезная живая в отличие а почему он так считает не знаю но он сказал что это хорошая это вот он противопоставил а для меня подземная артезианская колодезная вода она насыщена микроэлементами вот она проходит через нижние слои почвы насыщается чем ниже тем больше насыщается минералами растворенными минералами и солями часто до 100 достаточно как их назвать достаточно трудно растворимы растворимы на трудно растворимы считается и попадая в организм они приводят к образованию солей это и шипы на ногах которые мы называем шпорами это и отложение солей плечах мы называем это хондрозом или остеохондрозом вы тут можете смеяться я могу термином ошибиться но отложение солей те кто пьет колодезную воду артезианскую воду с высоким содержанием соли отложение соли организме неизбежно вот тут получше конечно бы речную но чистую и вот что получается друзья корень центральный корень моих моих деревьев центральный корень устремляется вниз поисках воды чем ты более насыщенная солями минералами почва а чем больше тем она сильнее насыщена тем более морозостойки не замерзающий раствор я вынужден напомнить оппоненты вам тоже что польза от нее есть но уже не для полива а для увеличения морозостойкости до предела то есть вспомните школьный урок я помню большинство училась чего-нибудь и как-нибудь вот у меня профессором было кличка в школе это значит что я даже лекции читал пятерки получал так вот в частности частности если взять дистиллированную воду она должна замерзнуть где-то при 0 градусов кинуть щепочку соли вот уже минус я уже забыл цифры например в своей температуре еще не замерзает то же самое происходит на морозе и штампе штамп он насыщен влагой дерево это тоже как и мы что нам состоит из влаги вспомните после того как его сожгут что остается кучка пепла вот а польза от колодезной артезианской воды огромна но в другом случае вот это я хотел расшифровать так еще про это самое про жалость к деревьям вот мой оппонент жалеет деревья не выдал упрек что я считаю что неполноценные деревья должны быть уничтожены сейчас я вам кое-что покажу вот друзья мой взгляд на вещи они не должны быть уничтожены из не надо выращивать во первых не надо покупать то есть я немножко сглаживает а и так сейчас в этом уникальном это архиве вы увидите кое-что я вам покажу несколько деревьев так несколько деревьев примерно здесь они они это кстати это волочная вишня которая ни разу не было полито за лето весной я уверен что не все живы будут но если не все то это значит что моем питомнике ведется селекционная работа как совсем другом диске мой оппонент сказал что более консильность для себе называете селекционером селекция совсем другое я не стал лезть в эти энциклопедию для меня селекция это отбор и воспитание а там считают что я не прав не стоит на этом зацикливаться и превращать спор в личный смотрите на это деревце ему три года мои однолетние вырастают больше чем это за ты вот этому дереву четыре года смотрим дальше вот этому дереву пять лет вы знаете я такие деревья последний яркий пример часто встречаю на рынке садовод садит его прививают она за первый год вырастает сантиметров 20 допустим 30 потом проходит еще год еще 20-30 а это еще не товар еще год и он его трехлетний обувь четырехлетний тащит на рынок я таки часто встречаю у них шансов нет почка была выбрана неправильно вот если даже дерево здоровая но почка была нерастовая вот и все большинство почек нерастовых поэтому я против прививок почкой в скобках прививка окулировки об этом мы с вами уже говорили не раз а для чего я это показываю скажите пожалуйста конечно тот кто купил вот этот саженец на рынке или этот или такой же которого три года вот с виду человек не понимает что вот это первый год вот это 2 где следить за курсором первый год второй год третий там возможно 4 или вот этот саженец да я примерно говорю какой у него возраст 1 2 3 4 ну 5 то точно пятеретка точно видите что получается вот последний дерево вот это она выросла вот это вот и вот это вот эти два они выросли в моем саду я их для меня экспонат не более того шансов не нет слева растет нормально дерево они все посажены были в одно время я купил участок прикупил именно вот эти четыре сотки где-то пять лет назад показывал фильмах вот здесь нормально развивается дерево здесь черта не развивается и когда мы на них любом себя вспоминаю что такие часто встречая на рынке и встречая их на рынке это уже следующая тема встречая их на рынке так вот вот это особенно мне человек считает что он покупает шедевр на самом деле это не шедевр и никогда нормальным деревом они никогда не даст такие урожаек как у меня даже не выдающийся средний не даст просто еще раз говорю приходится например отклоняясь от темы вот эту длинную веточку возьму превью на более удачный вариант эти фотографии не служат как экспонаты что вы видите что на рынке нужно покупать только однолетние саженцы легко отличить однолетние двухлетние от трехлетнего приглядитесь просто сейчас не тема это этого школа главное что я хотел сказать вот до начала их нужно не брать а продать сам бы их надо бы уничтожать а не расти они смотреть что вот он росло четыре года наконец-то его можно и продать вот а уж селекции извините вот такое дерево и что его неполноценным служит только промежуточным звеном как у меня будет эта веточка как правило новый сорт дает прирост и плохие когда вертикасса сразу или бы не тот почка была не там взята вот ростовая настоящая не была взята взята была вот такая или несовместимость подвой с привоем отсюда слабый рост мучительный рост такие деревья которых неполный биологический смеси мученик морозок и сниже в общем оппонент меня упрекал в том что я против что я за уничтожение неполноценных уточняю селекции жалость неуместно а в быту лучше бы их вообще не вырастить давно уже мной придумано закон соподчинения почек вот но это уже тема другого рассказа почему бы нет сильно длинный фильм будет ладно перехожу к следующей теме прожала сказал еще он упомянул колонны с недоумением как так уже ли за три мировых рекорда по колонам все три по выраженности по росту и по морозостойкости вот он против колон рекорд мы случайны я на нем акцент не делаю дерево это давно погибло тот же выражая его и уничтожил сумасшедший вот скорее всего он как-то регулировать урожай я никогда не делал у меня есть на этот счет я считаю что не регулировать плохо регулировать еще хуже то есть из двух бед надо выбирать одну не подходи дереву вот ну и чтобы до конца была ясна проблема с колоннами раздуты их достоинства страшно раздуты невероятно раздут до красоты начали рисовать уже не так как природе не встречаются такие обильные урожая их начали рисовать а люди на рисунке покупается всем страшнее лошади больше не уверен повторяю до северной руси для средней руси для южного урала любого урала для всей сибири включая южную сибирь для дальнего востока вот пряморе вот хоть хабаровский край все равно нельзя холодными заниматься это потерянное время это выброшенные деньги можно заниматься для души можно достичь какого-то частичного успеха только мне позвонил товарищ сказал а на сеансе можно привать а он не знает что я привал являюсь определенный опыт я ему ответил да можно мороз стойкость обеспечена но столько лет надо ждать первого рожая колонна к одной из достоинств колонн является их скороплодность на сеансе скороплодности не получите получите морозостойкость но еще не известно кто раньше или она заплодоносит или человек который был немолодой мне звонил не закончит ли он свою жизнь раньше первого плодоношения на сеансе не годится корневой отводки сибирок это единственная альтернатива вот раскрученным южным это южные сорта я не говорю все колоновидные яблони южные сорта но еще раз говорю только до испытателей